Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про практические реализации с позиции теории того, как они строятся. Разговор построен на основе тех комментариев, которые у меня были к предыдущему видео про факториал. Если вы помните, там я говорил про стратегии мусор на входе, ошибка на выходе, мусор на входе, ничего на выходе. И в общем в комментариях было много мыслей насчет того, что если мы делаем ошибку на выходе, переполняем стэк, ждем чего-то, то это создает какую-то нагрузку. А что если таких ошибок будет много, что если их там будет тысяча подряд, все это ведет к нестабильно работающему ПО, что ошибки, мол, должны быть информативными и так далее. Но на самом деле, как вы понимаете, на практике все эти теории разбиваются по скалу неэффективности. Все дело в том, что все хорошо в теории, когда мы берем одну конкретную функцию и начинаем ее там вылизывать, искать какие-то граничные условия, какие-то сложные коллизии, находим, что вот при таких условиях функция выполнится некорректно. Это все теория, на практике все проще. Поэтому я решил взять вполне себе готовый пример готового кода в хорошей библиотеке, которая называется Redux. Сейчас с TypeScript перевести его на JavaScript, показать, что получилось. Там на самом деле я просто убрал типы и посмотреть, на самом деле, какие там используются идеи, как она проектировалась, эта функция и от чего отталкивалась. И как вы понимаете, там все гораздо проще, чем вот эти все надуманные комментарии. Ну давайте смотреть на функцию. Смотрите. Функция выглядит следующим образом. Вот так она выглядит. Давайте немножко поговорим о том, что это за функция. Ну, во-первых, это функциональная композиция. Что такое функциональная композиция? Ну, допустим, у нас есть функция, которая задана следующим образом. F, A, B, C. Где A, B, C это тоже функции, которые должны быть выполнены. Тогда функциональная композиция это следующее выполнение этих функций. То есть, когда справа налево мы выполняем функции, передавая результат каждой функции, предыдущей функции. То есть, выполнили C, передали в B, выполнили B, передали в A. Вот эта функциональная композиция, она выполняется справа налево, в обратном порядке выполняется конвейер. Если бы это было так, мы бы назвали эту штуку конвейером. Значит, раз у нас речь идет о функциональной композиции, соответственно, у нас в функциональном программировании для этого есть специальное ключевое слово Compose, которое, собственно, для этого и служит. Значит, как спроектирована функция в редакции? Ну, она на самом деле спроектирована с позиции функциональной парадигмы, и все решения, которые в ней принимаются, принимаются исходя из этой парадигмы. Что у нас есть? У нас есть вход, где на вход поступает массив или множество функций. Это значит, что мы функцию Compose должны выполнять вот следующим образом, то есть пишем Compose, а дальше внутрь передаем какие-то функции ABC, на выход получаем функцию, которую уже передаем параметры. То есть вот таким образом это используется, и, соответственно, ABC у нас попадает в массив, вот в такой массив. Значит, раз это массив, следовательно, у него есть два граничных условия, это один элемент в массиве и пустой массив. А все остальные это общий случай. Значит, поэтому мы, собственно говоря, применяем граничные условия через проверки. Первая проверка на ноль, то есть если у нас приходит пустой массив, то мы здесь как раз применяем устранение такой ситуации, потому что мы не можем, очевидно, построить функциональную композицию на пустом массиве, поэтому мы здесь возвращаем так называемое нейтральное значение. Нейтральное значение для композиции будет функция, которая просто выдает назад свой аргумент. То есть то, что нам на вход пришло, то пришло и на выход. Это называется вернуть нейтральный элемент. Относительно умножения нейтральным элементом будет единица, относительно сложения нейтральным элементом будет ноль и так далее. Это частый прием для того, чтобы в случае, если у нас переходит какая-то граничные условия, мы не прекращали выполнение, и во многих случаях нейтральный элемент не портит логику, и программа даже не теряет особо в корректности работы. Значит, второй момент, это когда мы возвращаем единицу. Здесь все немножко проще, потому что если у нас есть одна функция, мы ее и возвращаем. И, как правило, правильно заметили в комментариях, в принципе, если бы у нас была такая ситуация, то Reduce точно так же вернул бы эту функцию. Но здесь явно описана эта ситуация для того, чтобы показать логику рассуждения. То есть мы могли бы все это повесить на Reduce, но тогда это было бы уже неявно. Нужно было бы понимать этот граничный случай, частный случай работы Reduce, и это была бы совсем другая история. Поэтому явно это сделать лучше, так как явно, как известно, лучше неявного. Ну и вот эта вот последняя функция, которая совершенно великолепна, она написана в функциональном стиле, и основная причина, на мой взгляд, почему она именно такая, это ее функциональная природа. То есть с позиции императивного программирования все можно было бы сделать более надежно, более просто. И, как ни странно, я использую слово надежно по сравнению с функциональным программированием, которое считается супернадежным. Но в чем здесь проблема? Проблема на самом деле простая. Допустим, у нас есть четыре функции ABCD, и мы хотим их обернуть в функциональную композицию. На первом шаге мы оборачиваем функцию A и B в соответствии с тем, что у нас есть. Вот они. И возвращаем их в виде функции. Следовательно, на следующем шаге у нас вот эти уже функции A и B оборачиваются снова в функцию, которая у нас здесь везде называется A, А в качестве аргумента функции передается, соответственно, результат функции C. Вот он, третий шаг. И далее мы снова это оборачиваем, снова называем результат A и передаем туда функцию D с параметрами. Так это у нас происходит до тех пор, пока мы не пройдемся по всем функциям. И очевидно, что вот здесь возникает стэк. То есть функции выполняются и складываются в стэк. Они растут по стэку, и, соответственно, здесь возникает проблема. Основная проблема этой функции Compose в том, что здесь возможно переполнение по стэку в случае, если вот этих функций будет очень много. И когда я говорю очень много, я говорю о тысячах. Я собрал небольшой пример вот здесь для того, чтобы продемонстрировать, что действительно эта функция будет переполняться по стэку. Значит, смотрите, тысяча функций, да, 10 тысяч функций, извиняюсь, каждая из которых это функция Counter, которая просто увеличивает предыдущее значение на единицу. И давайте попробуем запустить, посмотреть, что получится. Запускаем. Смотрите, действительно получаем переполнение. И мы видим, что стэк, последние его вызовы, они постоянно идут из какой-то 13 строки. Если мы теперь вернемся назад, посмотрим, что за 13 строка, то кажется, что это вот наша самая анонимная функция. То есть у нас вот здесь постоянно выполняется эта анонимная функция, и она действительно делает переполнение у нас по стэку. Да, вот это переполнение по стэку. Значит, чем это плохо? Плохо это несколькими вещами. Во-первых, отладка. Представьте, что у нас вот здесь произошла ошибка, и эта ошибка не связана с переполнением стэка, и мы начали дебажить, и мы идем по стэку, идем, 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 пока не устанем. То есть с позиции отладки в режиме отладчика это очень сложно. Если вы попытаетесь отладить такую штуку в проекте, достаточно большом, вы, наверное, сойдете с ума, прежде чем поймете, зачем такая сложность, зачем постоянно-постоянно углубляться по стэку. Это первый недостаток. Второй недостаток заключается в том, что вложенная структура, а у нас, как я уже сказал, постоянно вкладывается функция A, она хуже плоской структуры. У нас есть правило в Python, что плоская лучше вложенного, потому что итерировать плоскую структуру гораздо дешевле и проще, чем вложенную. Поэтому это второй недостаток. Значит, и третий недостаток – это небольшой overhead при создании функции. Ну, сами посудите, что после создания на первые две функции создается одна дополнительная функция, на все остальные создается по одной. То есть у нас сколько функций, практически столько же дополнительных функций будет создано. И единственная причина, которая здесь мне приходит, ну, почему так это сделано, это функциональный стиль. То есть причина достаточно проста. Автор Дэн Абрамов хотел остаться в функциональной парадигме и использовать ее. Но, соответственно, у нас есть ошибка, и эта ошибка возникает при большом количестве использований. Здесь нужно еще понимать, что вот такая сложная композиция маловероятна. Но нужно понимать еще важный момент, что если мы сделаем композицию от композиции, вот так, например, здесь четыре функции, и мы сделаем еще одну композицию, в которой будет уже использоваться функция из первой композиции. Ну, как-нибудь вот так. То вот в этом месте, когда мы дойдем до выполнения вот этой функции, у нас будет максимальный стэк, и он будет равен 7 в данном случае. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Получается, что если мы действительно захотим программировать функциональные парадигмы, активно использовать композиции в таком стиле, то чем больше мы их будем использовать, тем больше мы будем углубляться по стэку. И, естественно, если бы такой подход на такой композиции работал в JavaScript, и мы бы хотели оставаться в чистой функциональной парадигме, мы бы наверняка рано или поздно стэк исчерпали. Но слава богу, что в JavaScript все только псевдофункционально. То есть мы на самом деле редко, когда вот такие чистые функциональные штуки используем. И здесь я хотел бы еще один важный момент отметить. Заключается он в том, что на самом деле по чистоте функций. То есть сама функция Compose, она чистая. То есть она целиком и полностью зависит от своих входных данных. Причем она независимо от данных, она всегда возвращает результат в виде функции, которая может быть вызвана как входная точка композиции. Эта функция чистая, но вот функция, которая анонимная функция, вот эта функция, она не может быть ни чистой, ни не чистой. Все дело в том, что она зависит от функций, которые выполняются. Если они чистые, она будет чистой. Если они будут нечистыми функциями, соответственно, она будет нечистой. То есть проблемы есть, и мы теперь приходим к главному вопросу, как эта функция по каким принципам спроектирована. Ну кроме того, что здесь мы уже назвали, есть правило 0.1 много, проверка граничных условий, возврат нейтрального значения. Здесь никак не обрабатывается вот здесь исключительная ситуация. То есть сама функция создаст композицию в принципе любой глубины. Проблемы возникнут при попытке выполнить эту композицию, например, переполнение стека. И здесь нужно понимать, что на самом деле этот стиль больше всего походит на стиль мусор на входе, ошибка на выходе. То есть в принципе мы при недопустимых значениях, которые мы не хотим получать, то есть если бы мы здесь определили, что количество функций должно быть не более тысячи, то все, что более тысячи, считалось бы уже мусором, потому что это выходило бы за область определения. Так вот, мы здесь явно отталкиваемся от того, что проблема может происходить, и ошибка, которая возникает в случае, если у нас переданы какие-то запредельные значения, или значения, которые не соответствуют нашим ожиданиям, нашему контракту, они разворачиваются через ошибку. То есть в данном случае, если мы передадим что-то на вход в виде NAL значений или еще чего-то, то это будет ошибка на выходе. И мы не пытаемся сделать какую-то здесь обработку этой ситуации, предугадать, чтобы у нас не передавались ни функции, и каким-то образом защититься от этого. Потому что контракт нашей функции подразумевает передачу функций. И данная функция спроектирована в требовательном варианте, когда контракт должен соблюдаться, и мы не делаем никаких дополнительных проверок. То есть по большому счету здесь используется стратегия мусор на входе, ошибка на выходе. В оригинале используется TypeScript, и здесь, соответственно, есть проверка на то, что на вход должен поступать набор функций. На самом деле мусор может быть по типу, то есть когда мусор это данные другого типа, мусор может быть по значению. Когда есть тип, который содержит, например, интеджер, а нас интересует только часть диапазона интеджера, тогда у нас может быть логическая ошибка, когда мы передаем большое значение. Вот в данном случае, если бы мы определили диапазон входного массива как от нуля до тысячи функций, тогда бы все, что было больше тысячи, это тоже было бы уже мусором по значению. Потому что выходило бы за область определения. Значит, и здесь возникает вопрос, добавляет ли вот этот TypeScript какого-то иного поведения в нашу функцию. Нет, где добавляет. Если у нас по типу будет ошибка, то эту ошибку выдадут нам компилятор, а не в рантайме она вылетит, но все равно это будет, если мы передаем мусор, компилятор это видит и выдает нам ошибку. То есть это все равно будет ошибка на выходе, и все равно это идея о том, что мы не пускаем в код то, что ошибочно. А если ошибка происходит, мы ее, как в случае со стеком, просто выводим и не пытаемся объяснить, почему. То есть это задача программистов, с другой стороны уже с этим разобраться. И это практический подход, потому что если вы посмотрите на код многих библиотек, никто там не выверяет все входные данные, пытаясь найти все граничные условия, все там до коллизий всех не уточняет. То есть на самом деле в потоковом таком, в общем случае уточняются только наиболее вероятные ситуации. Понятно, что в данном случае Compose, оно не предполагает использование с большим количеством функций, и на практике оно используется там в middleware, которых никогда не бывает много, и поэтому проверять на большие значения здесь смысла не имеет, хотя ошибка по стеку здесь есть. И она, кстати, есть также в apply middleware, там тоже используется вложенная структура, и тоже она, соответственно, может быть переполнена. И здесь в случае с TypeScript нужно еще всегда помнить, что у нас есть такая штука как S, это явное приведение к какому-то типу, мы вполне можем null привести к функции, и тогда наши проверки, которые есть в TypeScript, не будут проходить, и эта ситуация будет позволять передать мусор на вход нашей функции. И вот здесь вы скажете, что да, это возможно, но вы сами себе стреляете в ногу, это проблема того автора кода, который этот null приведет к функции. На самом деле такое часто происходит, например, когда у нас есть сложные аннотации, и мы видим ошибку по типу, и не можем понять почему. То есть у нас целая портянка выдается, что у нас передается такой-то тип, ожидается другой тип, и мы делаем явное преобразование. И такое довольно часто встречается у программистов на TypeScript. Не надо думать, что TypeScript это стопроцентно без вот таких явных приведений везде работает. Во многих случаях я встречал именно очень странные преобразования, именно потому что разработчик не мог понять, что за ошибка по типу ему приходит. Поэтому уповать на TypeScript и надеяться, что никаких ошибок не будет бессмысленно, но это не проблема функции, это проблема автора кода, который нарушает контракт. То же самое, если мы уберем вот эти все аннотации в виде функции, контракт заключается в том, что мы должны передать функцию, мы передаем null, это чуть менее явный случай, чем в TypeScript, но тем не менее это тоже ответственность того разработчика, который передает. Таким образом, практически при написании функции мы не отталкиваемся от того, что пытаемся ловить не частые ситуации, то есть какие-то редкие вещи. Да, здесь есть переполнение по стеку, это нас особо, как вы видите, не волнует, потому что на практике миллионы людей используют Redux, и если бы это создавало проблему, это бы давно уже было поправлено. Как видите, в реальных примерах никто не заморачивается на отлавливание всех возможных ошибок, даже если они явно прослеживаются, явно видны, и явно здесь можно было бы добавить ограничения по объему или по размеру массива с функциями, и можно было бы на всякий случай проверять, что у нас там действительно функции, даже не только используя статическое определение в TypeScript, но это с практической точки зрения, если каждую функцию так проверять и тратить на это время, не работает. Поэтому не надо бояться каких-то редких случаев, которые возникают один раз на миллион запусков, а нужно лучше сосредоточиться на функциональности, на корректности работы и скорости работы этой функции в нормальном потоке исполнения. Вот такие мои мысли. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова